друзья всем привет вы на канале barbos house давно меня не было были на то основание катались то неохота было снимать ничего ну вот у нас зима пришла и не знаю чё все автодомщики молчат неужели только у меня генератор говорит второй раз до свидания мы когда ехали в архиз на видео было то что мы заехали сто нам восстановите генератор старый поменяли диодный мост ну по итогу я в целях экономии подключил холодильник через инвертор инвертор был подключен штатном системе этим аккумулятором двум но поэтому короче когда старт холодильника происходит генератор тут же говорит до свидания но раза три-четыре в общем в архиз уже поехали на одних аккумуляторах в итоге тест-драйвы на плато конжол мы ездили тоже на одних аккумуляторов общем двух аккумуляторов хватает если передвигаться днем не включает свет свет включал тогда где стояли дпс не кино это не света туманки по итогу у нас вот эти два аккумулятора но я думаю генератор надо будет менять на более мощный сейчас сниму его отвезу третий раз его починят не знаю сколько чинился он до этого в общем третий раз ему предстоит ремонт два аккумулятора дают у нас блин это но не 110 ампер наверное хотя тут написано 110 ампер хотя вряд ли ну короче грубо говоря 60 плюс 60 120 генератора у нас сотка по итогу есть аккумуляторы разряжены в ноль то генератор врубается на полную мощь соответственно перегревается и выходит из строя со временем но когда подключен холодильник на холодильнике старт у нас около полторы тысячи ватт общем хорошим пираж начинает брать при старте соответственно тут же резко нагрузка на стартер и говорит до свидания видео будет короткая покажу как мы передвигались неужели все-таки на двух аккумуляторах мы проезжали по 200 по 300 километров при том что двигатель заводился да спокойно это вся система работает если у вас отрыгнул генератор то 200 подождите 300 километров можно спокойно проехать на двух аккумуляторах если они не сказать что ногу но хотя бы заряженный ги аккумуляторы кислоту я заряжал постоянно как и бить и железо фосфат поэтому у меня все время 12 7 я выезжал с дома домой возвращался было 12 2 но это только покатал не включая ночью тогда печка не работал соответственно свет на свете экономил что она спасала если нам надо было приходилось передвигаться ночное время вот такая зарядка пойду покажу как это все делается перешли мы с вами в салон нашего баргузина в общем лайфхак или дельный совет как все-таки если вдруг у вас отрыгнул генератора и вы где-то в дороге непонятно в горах связи нет у всех есть дополнительный аккумулятор в основном кто-то используется прицепах либо еще в чем-то кислоту либо у кого-то стоит железо фосфат либо уже титанат в общем у меня вот такая вот система короче то что не делалось то говорится делать к лучшему вот сам литий железо фосфат я подключаю минус к минусовой время здесь у меня то самое зарядное устройство тут на данный момент у меня сейчас показывает приблизить можно да вот 12 и 4 соответственно у меня здесь два выхода они уже ржавеет надо будет смазывать в общем один у меня вот этот идет на зарядку когда 220 сюда дотягиваю идет зарядка литий железо фосфат а это у меня уже клемма получается идет под капотки я могу перекинуть сюда этот флажок и будет зарядка идти ну все электричество питаться уже с подкапотного пространства зацепляю сравниваем ампераж ампераж вольтаж здесь у нас показы 12 6 там 12 и 4 в общем просто включая инвертор вот так я передвигался в ночное время экономия заряд и но вот таком пути тут у меня уже пошла зарядка в ночное время двигались вот так вот получается без 220 зарядка идет у нас зарядка вот такой системе все едем дальше допустим свет все спокойно работает 12 7 держит ну на 240 амперов сами понимаете что можно уехать до китая так что все отключаю вот так вот все просто но это не дело надо делать генератор потому что ну надо делать потому что что-то все молчат неужели у всех кого нет солнечных батарей также думал в прицепах у кого установлено 23 аккумулятора также смотрю многие обзоров новых прицепов которые стоят бешеные деньги по итогу типа у вас генератора пойдет зарядка никто не учитывает то что от генератор штатный стоит на какой-то легковушки не величина каком-то автомобиле где-то 90 ампер а в прицепе у вас установлены там допустим 240 или 300 если они просили и вы едете соответственно генератор у вас работает в полную мощь перегрев и выход из строя так что либо солнечные батареи либо супер хороший генератор генератор можно найти в автозвуке там высокий ампер аж от 200 ампер 320 ампер есть генератор друзья вот такие вот новости у меня зима собираемся на новый год куда-нибудь выехать вот подготовка новогодним праздником сосульки мои потекли так что вот так вот бубоны у меня классным в общем отвез генератор мастером который у нас хорошо делать в городе минеральные воды там районе 5 километра в общем классные мастера если кому надо напишите и скину номер телефона в общем 1650 еще раз расспросил консультацию говорю так и так два аккума стоят вредно не вредно для гена это сказал нежелательно но есть аккумуляторы хорошие заряженные или вы долго ездить чтобы пополнить энергию аккумуляторов то это нормально если конечно просадить их для генератора будет тяжко все это заново накручивать соответственно как у всех один типа на старт движка 2 типа потом включается дополнительно и начинает генератор заряжать вот тем не менее с этим тоже проблема плохо рассказал по поводу холодильника как как это вся работает система то что на старт до хрена до хренище берет на себя холодильник соответственно инвертор все это хочет кушать но в общем нежелательно поэтому я ездил туда уже второй раз думаю последний никуда не деваюсь скоро будет неожиданный для всех выпуск ну не знаю как понравится вам он или нет но придется это сделать пока